Антон, добрый день, Алексей. Звоните, а есть минутка? Звоню с Крайнего Севера тебе. Есть 7 минут. Ну, мне минутки хватит, я просто хочу поделиться своим осознанием. Сейчас просто произошло небольшое осознание у меня, и хотел поделиться. Слушаю. Если интересно. Смотри, для чего нам обрезают волосы и ногти? Не задумывался? Слушаю. Я сейчас осенило меня тем, что обрезание волос, ну, любые вещи, депиляция, это как травма на теле. То есть ты порезался, болячка, и твой организм начинает расходовать свою энергию для того, чтобы восстанавливать. У нас же есть образы, у тебя, у меня борода не растет больше определенной длины. На руках волосы не растут больше определенной длины, но стоит тебе их срезать, они опять восстанавливают свою длину. Или становится короче. То есть до той длины, например, там у девочек, или у девушек, там была у девушки коса там до пояса, она ее обрезала, больше она там до плеча, чем ниже не растет. Укорачиваешь свой цикл жизни и укорачиваешь свою, ну, энергию тела, ресурсы. И сейчас я заметил, я давно не стригу ногти, ну, я просто думаю для эксперимента, волосы давно не стригу, сам тоже нигде на теле. Вот, я решил ногти не стричь. У меня первый там месяц ногти ломались, были слабые, расслаивались. Прошло два месяца, у меня ноготь не согнешь. И он не растет больше. Он не стал длиннее, он там есть, там, ну, так чуть-чуть отличается. Стал жестким. Я обратил внимание на животных. У них же там то же самое, там у меня было, ну, есть домашнее животное, собачка. Ей, ну, она такая комнатная. Ей обрезали ногти до определенного времени, там, раньше, когда в Москве еще жил, пока на крайний север не уехал. Вот. И они росли до определенного образа, и все, и дальше не росли. А сейчас не обрезали. Слушай, ну, с волосами абсолютно согласен, а вот по ногтям не знал, надо тоже проэкспериментировать. Как я вот сейчас, сейчас обратил внимание. Еще потом я начал обращать внимание, у нас же, раньше как было поведено в детстве в СССР, ребенок родился, на лысо начали, начали волочинки маленькие расрастать, его на лысо. Я говорю, а зачем вы это делаете? Ну, точнее, не так. Не я еще тогда говорил, а мне рассказывала, там, мама, там, бабушка. Я говорю, а зачем? Чтобы волосы в уще были. А оказывается, не для этого. Для того, чтобы быстрее человек взрослел, быстрее тратил свою энергию, быстрее стал стареть. И еще заметил о том, что если человек больной, то он быстрее стареет, он выглядит как старик. Опять же, это та же самая травма, как болячка. То есть, организм тратит свою энергию, следовательно, быстрее стареет. Это на физическом плане. Тут еще есть сакральный смысл. Волосы имеют один и тот же корень со словом «воля». Чем больше… Это я знаю, это я знаю. Я сейчас про другое. Да слушай, да слушай. Я тебя внимательно слушать не перебивал. И не угукать. Да е-мое. Ты же звук забиваешь, запись забиваешь. Когда до вас дойдет, что не угукать, не агакать, вообще молчать нужно. Волосы – это воля. То есть, чем больше волос на теле, тем больше воли у человека. И тем больше связи с космосом. Отсюда слово «космы». То есть, это связь с космосом. Это как антенны получается. А вот по поводу ногтей, это получается агрессия. То есть, котам для чего когти? Это единственный способ их защиты. Ну, на передних лапах, как минимум. На задних, ну, тоже они когда там ложатся, они задними ногами начинают это тоже драть. Вот. Они их иногда чешут. То есть, они чешут по когтеточке. Ну, наверное, они их просто натачивают, чтобы они острые были. А так, по идее, да, им же никто никогда не стрижет в природе. И получается, у них это вырастает до определенного момента, и все останавливается. И, в принципе, у всех так животных. Хотя, ну, вот, скажем, землеройка, у нее зубы, если она не будет, не знаю. Слушай, а как же фото этих есть индусов, у которых там ногти длиной полтора метра есть? Здесь, опять же, образ твой. Смотри, сейчас мы разговаривали с... Ну, я своей любимой разговаривал. Когда я меня снял, я пошел к ней и говорил, смотри. Она просто тоже в этой теме. Вот. Она говорит, у меня было в юношески тема такая. Я покрасил... А, голубые глаза были. И я покрасил... Алло. Это опять я. Ну, видишь, видимо, не хотят, чтобы я тебе проличный рассказал про то, что про цвет глаз. Ну, подожди, подожди, подожди секунду. Алло. Да, да, да. Видимо, проличный... Ну, не хотят, чтобы я рассказывал, значит, чуть позже. Смотри еще, что со мной произошло. Ну, если интересно, еще минутку могу твою потратить. Если нет времени на это, то до следующего звонка. Говори. Слышь, уйо. Все, супер, смотри. Набирал здесь в одном роднике воду для дома зимой. Набрал, ну, 30 литров, поехал в баню. Из бани выхожу, машина не заводится. Думаю, ну, там, что я только с ними делал, не заводится. Все, умерла машина. Думаю, надо вылить воду, потому что морозы на улице, и идти домой пешком. Вылил воду, думаю, ну, ладно, на последний раз попробую завести. Машина завелась. С этого родника я больше воду не набираю. Два дня назад встретил человечка одного. С ним разговариваю, там, ну, темы, там, говорю, ну, разрешение у него спросил, там, на информацию ему, чтобы давать. Разговариваю с ним, он все воспринимает информацию, начал другую информацию давать. Собачки вокруг нас начали бегать так, что мешать нам говорить об этом. Я говорю, ну, вот, видимо, ты не дорос до этой информации, и не буду тебе давать. И он мне отвечает на это. Ну, да, мне эту информацию еще рано. И что? Все вокруг нас. Ну, то есть, знаки. Все вокруг нас. Ну, просто информация, я же тебе говорю, поведать тебе. Ту, которая случилась Вот я рассказал, на самом деле, вот все, что хотел Я рассказал Ну ясно, ты давай мне через месяц перезвони По поводу ногтей мне интересно Заинтересовал Да вы добро, но я тебе, скорее всего, раньше Перезвоню, потому что у нас есть здесь Ну, сформируется Много видео по теме живых По теме Индосаминских надписей По теме векселей Как это уже, ну, есть просто уже практика, которая работает И видео, и документации куча И с перепиской системой Как мы заставили систему сдвинуться с места И на наше благо начать работать Остановись, я не договорил По поводу ногтей Держи меня в курсе, через месяц сделай Звонок именно по ногтям Добро Вот, теперь все Добро, тогда здоровья до звонка До следующего Добро, будь информацией, звони Добро, и новых знаний Все, пока Далее Достой, живой мужчина Поводящий именем Антон Привет, привет Алексей Алексей тебя приветствует Севера По поводу ногтей с тобой разговаривали Договорились на четверг Но я уяснил, что тебе было в четверг Не до меня Поэтому решил сегодня Зайкнуть Ну, что, есть минутка Про ногти расскажу Да и Если там Будет еще время Расскажу про Классные вещи По устранению Самоустранение Должностных лиц Алло Давай, слушаю Ну, про ногти Давай с этого начнем Ровно минутка Я тебе тогда еще хотел рассказать У меня на тот день Сразу еще Пару прояснений Произошло И У меня сразу картинки Открылись в голове Такие, как, например, там Иисус распят на кресте Ему пробили руки Ноги И на голову Одели терновый венок Чтобы медленно умирал А при чем? То есть обрезаем ногти Обрезая ногти, грубо говоря Там ты себя травмируешь И волосы И медленно умираешь Потом Ну, сейчас дорасскажу Свои видения Вот Потом дерево То есть если Обламывать сучки Постоянно дерево То оно будет медленно жить Но очень коротко И в итоге засохнет Вот мое видение Которое открылось Ага То есть если траву Постоянно подстригать Она Что? Засохнет? Хилеет Ну, да Она растет чуть-чуть Ну, то есть Она не перестает расти Потихоньку Потому что Пока силы есть Восстанавливать Свои ростки Ну, а в итоге Потом хилеет Ну, вот Футбольные поля Если взять Там постоянно Подстригают газон Да Вот Этот газон Меняют Три раза за сезон Он вытаптывает Сохнет Ну, а то и больше Все зависит Там еще От самой травы Ну, это Допустим Этот По которому Бегают А вот Лужайки Не знаю Гольф-клубы Всякие Там же никто не бегал Ну, смотри Можешь Более того Сейчас я там Делаю несколько роликов Аудиозаписей Как раз По должностных лиц И я тебе их тоже вышлю Ну, и когда На канал размещу Тоже ссылку вышлю Чтобы там Ну, макри Твои тоже Посмотреть Люди И кому понравится Там Ну, воспользоваться Этим же опытом Ответил Рассказываю теперь Про этот опыт Подожди Ё-моё Куда ты спешишь Ты вот Своей спешке Только Это Ну, мешаешь Разговору Дай мне Это Вопрос Ты Про ногти Начал рассказывать Если это Под аудиозапись Тогда Нужно пояснить Полностью Про ногти Потому что Люди не в курсе Ты начал С того места Тот-то разговор У меня Это Я не помню Сохранился Или нет Короче С нуля Поясни Чё с ногтями Это вообще За тема Добро Так С самого начала Нас приучают С детства Только Прямо С самого роддома Мы выходим К тому Что необходимо Подстричь волосы И обрезать ногти Ссылаясь Это Там На Медицинские Там Свои термины Которые Как Для обычного Человека Неясны Вот И Дальше Везде Живя В городе Тебе Вся реклама Об этом Пестрит О том Что Необходимо Там Чистые Ухоженные Ногти Подстрижены Коротко Чистые Ухоженные Волосы Подстрижены Коротко Следить За собой Аля Благо А вот Но Когда Я в эту тему Углубился Немного То я Выяснил Что Долгожители На нашей Планете В основном Ну Если взять Там СССР Наша То это Кавказ И кто Долгожители Дедушки Которые Пасут Там В горах Скот Пася В горах Скот Ну У них Нету Столько Времени Чтобы Там Следить За своими Волосами Брить Их Выдергивать Там А также Там Следить За своими Ногтями На ногах На руках Вот После Этого Я еще Подумал А где У нас Еще Долгожители И оказалось Что Долгожители У нас Еще Там Где У людей Было Тяжелое Положение Ну Например Там В СССР Это Была Деревня Когда Людей Было Много Скота Своего Плюс Колхозы И им За собой Там Смотреть Особо Было Некогда И СССР Там Ну По статистике Дольше Живут Чем Ну Чем Мы Сейчас Я На сегодняшний День Перенес Эту Статистику И Тоже Выяснил Что Сейчас В деревнях Живут Также Там Не Намного Но Дольше Чем В городе И Вот Эти Параллели Когда Провел Я Уяснил Что Кроме Еды Воды У нас Еще Отличие В том Что В городе Обязательно Надо Стричь Ногти Брить Бороды Волосы Ну Чтобы Типа Отрятно Выглядеть Садить В офис После Этого Мне Пришло Прояснение Там Самой Тиражиром И Продаваемой Книгой То есть Библией Там Есть Я не знаю Рассказ Там Ну Потому что Исследовать Не могу Давно Это было Как мне Как нам Говорят Вот Но там Есть Ну У меня Так В голове Сплыла Картинка Точнее Может не Картинка А там Рассказ А у меня Сплыла Картинка О том Что Иисус На кресте Распят Распят Он Там Четко Сказано О том Что Были Вбиты В руки Гвозди И В ноги Гвозди А также На голову Был повешен Терновый Чтобы он Медленно Истекал Кровью Следовательно Медленно Умирал Ну И когда Провел Эти параллели То есть Нас Все Время Заставляют Себя Травмировать То есть Обрезая Ногти Обрезая Волосы На Любых Частках Тела Чтобы Мы Медленно Умирали Вот Такое Вот Видение Антон Ну Да Это Все Ясно Ты же Рассказывал Что Ты Сам Решил Это Проверить Да Я уже Не брею Бороду Года Два Примерно Ну Точное Время Не скажу И она Дольше Ну Больше Не растет Определенного Образа Которого Она Выросла И она Все Дальше Не растет Я не Стрягу Волосы На голове Ну И вообще Везде Волосы Ну Примерно Так же Там Два Года Плюс Минус Там Там Зватые Месяца Но Точной Даты Сейчас Не скажу Вот И Обратил Внимание На то Что Как я Только Перестал Встреч Волосы Ногти На ногах И руках То Ногти Стали Крепче Перестали Рассваиваться Более Того Они Не растут Там Какой-то Страшной Длиной То есть Они Там Чуть Больше Чем Когда Я их Обрезал Стали Но Они Стали Жесткими Стали Не Без Заусенцев Не Царапаются Ничего И При этом Их По Волосам Скажу Отличие Когда Я Стрихся Коротко У меня Волосы Пачкались Ну Практически Каждый День И Я Практически Каждый День Их Сейчас Когда Они Стали Длинными Ну Они Пачкаются Примерно Раз В неделю В смысле Ты Их Моешь Раз В неделю Пачкаются Цвет И Жирность Волос Выглядят Когда Они Становятся Выглядеть Грязными Примерно Неделя Ногти На руках И ногах Когда Последний Раз Постригал Ну Где-то Полгода Назад Полгода Ну Может Не Полгода Может Быть Три Четыре Месяца Назад До Полгода Точно Тоже Не Скажу А Ты Можешь Прислать Своё Фото Чтобы Было Видно Длину Волос Волос Да Подожди Да Слушай Длину Волос На голове Бороду Смож Прислать Я Ну Я же не слышал Оборвалась Ну Всё Добро Смогу Так Это Дальше Мне к тебе Просьба Коротко Рассказывайте По делу Слушаю Добро Коротко И по делу Рассказываю Как только Мы начали Писать Волеизъявления Использовать Без оборота На меня Это Самое Ц Ф Бай А Р Должностные Лица Начали Само Устраняться Уничтожаться На сегодняшний день Из должностных лет Начальник милиции Ушел На пенсию По Отставке Притом Он занимается Совсем недавно Этот пост И выглядит Лет на 40-45 Ну то есть молодой Рано для такой должности Уходить в отставку Второй момент Глава Города Под следствием Уголовным Третий Главврач Областной Больницы Ушел На пенсию Хотя Хотя два года Только работает Во врачом Это из больших Таких лиц А еще Под следствием Директор школы Вот И сейчас Под следствием Прокурор города А района Района Любимая Это все В городе Ну это вот На сегодняшний день И то это я узнаю Из сторонних Ну посторонние Информации Сторонные приходят То есть То на основных Пабликах Что вот такой-то человек Ушел в отставку Думаю А что так Со мной только начинаются Какие-то дела И они сразу уходят В отставку И вот с этими людьми Есть аудиозапись Моего общения Диалога И всего взаимодействия И подлога документов Как я их В мошенничестве Уличаю В подлоге документов После подлога документов Они исчезают По своей инициативе Как ты их уличаешь В мошенничестве Письменно Устно Под видео По-разному Вот прокурору города Я сообщил Что он Ой районно Сообщил о том Что он выносил Свои отписки Несмотря даже В материалах дела Потому что там В материалах дела Поддельные документы Ты само слово Мошенничество Произносил? Да Каким образом? В ваших действиях Присутствуют признаки Состава преступления Мошенничества? Нет Не так В диалоге с ним Я сидел у него В кабинете И мы с ним Разговаривали Просто вот так По душам И я затронул Тему о том Что Ну Проконы То что Должностные лица Если их уличить В мошенничестве То Они само Уничтожаются На что он мне задал вопрос А это как? Я говорю Я не могу ответить Как это происходит Ну На физическом плане Там в принципе Я могу только ответить Последствия Ну то есть Что до этого происходило И что после этого происходит Например Там вот Ну Люди уходят Или на пенсию Или у них Расставят дела Там Разные Притом Я не уточнил Какие После этой фазы Прошло Два дня И вот Обнаруживается Этот самый Подлог документов В деле Я прихожу к нему И говорю Там Я в этом деле Обнаружил Подлог документов Ну и пока Человек пропал Еще не знаю Что с ним произошло Вот Тоже Притом Подлог документов Совершил Этот врач Ну про который Я тебе говорил Ну Врач В больнице И вот Прошло два дня После того Как я прокурору Об этом сообщил А главврач Сегодня В новостных пабликах Ушел на пенсию То есть И каждому из них Сколько человек Всего Примерно семь Да Или сколько ты назвал Примерно семь Но будут участвовать Больше Потому что Мне Отвечало Очень много Ну Слайд на этот Поддельный документ Отвечало очень много Людей И структур Мы посчитали Примерно Кто непосредственно Подписывал документы Десять человек было С разных структур Но включая область Научись Отвечать Коротко Учусь Побыстрее пожалуйста Учись Нет Вопрос Нет времени Вопросов Масса Ты не даешь Их задать И каждому Получается Ты говорил Сообщал номер Канона Озвучивал его И Говорил Что это Ну А по сути там и сказано Что в случае Увлечения мошенничества Ты То есть Ты озвучивал теорию Ты озвучивал норму Вот этого канона Да Получается Основание А в самом Мошенничестве Ты говорил Что ты их улечил Ну там Я не знаю Фразы Ваших действиях Присутствуют признаки Мошенничества Или я подозреваю Я предполагаю Что вы занимаетесь Мошенничеством Каким-то образом Ты им дал понимать Что ты их улечаешь Мошенничество Или нет Только Разговаривал с одним Человеком Во всех остальных Что общего Я так Уясняю Что вопрос был А что общего Было с ними Общего только Было то Что я на всех документах Подписывал без оборота На меня И И Использовал эти Буклы Сэйф Бай Аэр Во всех Случаев остальных Каждый документ Разнился Он был там Ну С новой информацией Составлен по-новому И Произносил я Такие фразы По канону Только одному Человеку прокурору И он через Сколько дней ушел Он еще не ушел Он пока пропал Пока у меня нет Информации Что он ушел Или не ушел Ушли другие люди Подожди А что значит Пропал Ну То он выходил На связь Как-то там Я с ним пересекался А теперь я даже С ним не пересекаюсь Сам звонил Даже иногда Ну там По своим делам Говорил Что мы много пишем Ну то есть Разные вещи Что значит Ничего не понимает Ты Он на должности На рабочем месте Или нет Пока не могу тебе ответить Я сейчас сказал Под других людей Что они ушли Ну а именно С этим прокурором Которого ты Сказал Про мошенничество Ты С ним Можешь сам связаться Проверить На месте он Или нет Я сегодня Буду к нему Заходить Узнаю Сегодня Эту информацию Я буду еще Относить Волеизъявления По поводу Следующих материалов Дела Ну вот Теперь ясно И уточню Да ты Элементарно Мог позвонить И спросить Если вы Постоянно Контачили Так я Сегодня Так буду Зачем Я буду звонить Если я зайду Лично Ну за тем Что ты бы уже Знал эту информацию И сообщил бы Для всех Согласен Может быть Но я об этом Еще пока не подумал Ну тогда После визита Отзвонить мне На месте он Или нет Добро Я могу Этот номер Себе Списать И потом Уже Звонить Напрямую На этот номер Да Добро По поводу Аудио Видео То что я И с прокурором Общение Заснял Заснял И писал Но у меня Камера выключилась Но аудио писалось Вот Тебе Эта информация Интересна Себе выслать Ну до тех пор Пока нет результата Мне это вообще Все не интересно Понимаешь Мне эта все Теория надоела Меня интересует Практика Нет У меня результаты Есть по тем Кому я тебе говорил Тоже есть И аудио И часть видео И документы Оборот Это знаешь Как проверяется Конкретно Идешь К новому Должностному Лицу У которого У тебя Претензии Конкретно Пишешь Бумагу Залепляешь Туда Цейф Байер Залепляешь Туда Канон Залепляешь Туда Без обороты И заснимешь И заснимешь Аудио И видео Вот тогда Пожалуйста Можешь Сам видео Составить Можешь Мне выслать Все материалы И я за тебя Смонтирую Видео Вот такой Результат Нужен А не на словах Это все Вот там Немножко аудио Там немножко аудио Вот там Немножко видео Вот там Немножко Тейфбай Вот там Немножко Про мошенничество Вот там Немножко Про канон И все на словах Услышал тебя Добро Давай Чем больше Тебя не отрываю Те вопросы Которые я У тебя задал Ты там Ну Открыто Сказал на них Если у тебя Есть вопросы Задавай И тогда Буду я дальше Девами заниматься Тебя не отвлекать Добро Жду от тебя Фото Ногтей и волос И Отзвонись мне Как схож Прокурор Добро Все давай Благодарства Давай до связи Благодарства Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok